Первые зеркала появились несколько тысячелетий назад. В Египте сначала использовались в качестве зеркал отполированные камни, а потом отшлифованные медь, бронза и олова. В первом веке до нашей эры римские стеклодувы стали делать оловянные зеркала. При выдувании внутренние стенки через трубочку покрывали жидким оловом, а потом стеклянный шар разбивали. В осколках можно было неплохо разглядеть свое отражение, но оно было сферическим. Плоские зеркала научились делать в XIII веке в Голландии. Стеклянный шар разрезали пополам, затем раскатывали как тесто на медных пластинах. Такие зеркала делали отражение более четким. В конце XIII века стекловары из Фландрии усовершенствовали технологию производства зеркал. На готовое зеркало наносили тончайший слой свинца. Чуть позже его заменили оловянной фольгой, покрытой ртутью. Отражение в таких зеркалах стало ясным и передавало цвета. В 1373 году в немецком городе Нюрнберг появился первый зеркальный цех, а в 1407 году венецианские братья Данзало Дель Гало выкупили у фламандцев патент. Полтора столетия Венеция удерживала монополию на этот сверхприбыльный бизнес. Венецианские зеркала были по карману лишь богатым аристократам. В конце XVI века французская королева Мария Медичи почти опустошила свою казну, заказав в Венеции 119 зеркал для своего кабинета. В знак благодарности венецианские зеркальщики подарили Медичи зеркало, украшенное драгоценными камнями. Оно самое дорогое в мире хранится в Лувре. В XVII веке французы выкрали у итальянцев секрет изготовления зеркала и научились их делать в листах. Расплавленное стекло раскатывали и покрывали отражающим составом. Вскоре зеркальные заводы появились по всей Европе, и цены на зеркала упали. В 1835 году немецкий химик Юстус фон Либих совершил революцию в зеркальном деле. Вместо свинца и ртути он начал применять серебро, что сделало отражение в зеркале идеальным. Эта технология практически без изменений используется до сих пор. Продолжение следует...